Мусору вторую жизнь. Почти 30% отходов в нашем регионе отправляют на вторичную переработку. Такие цифры отлично подсветили финал недели нацпроекта «Экология» в Ульяновской области. Как развивается новая система, обращение с твердыми коммунальными отходами, выяснил корреспондент Вестей. Ульяновцы привыкают к раздельному сбору мусора. Цифры говорят сами за себя. Прошедши осенью только в Заволжье и по Чердаклинскому району в сумме установили 87 контейнеров для раздельного сбора пластика. Специализированные клетки ставят исходя из запроса населения. Например, ближе к лету дополнительные контейнеры расположат вблизи садовых и дачных товариществ, а также рядом с парками. Желательно скидывать упаковки из-под тортов, подложки из-под различных салатов, из-под яиц. Вообще нежелательно упаковку из-под шампуня, из-под бытовой химию туда скидывать. Реформа чистоты стартовала в 2019 году. Федеральный проект по обработке твердых коммунальных отходов в нашем регионе попал на благодатную почву. Сейчас в каждом районе области есть свой рекоператор, создаются все новые сортировочные центры. Комплекс в селе Красный Яр введен в эксплуатацию в декабре 2018 года. Только он ежегодно перерабатывает по 40 тысяч тонн мусора. Данный комплекс позволяет нам отбирать полезную фракцию, ту, которую возможно взять переработку. То есть это различные виды пластика, это картон, бумага, это стекло, это полиэтиленовая пленка. Задача, чтобы к 2030 году как минимум в два раза сократить объем отходов, которые идут на захоронение. То есть задача как раз как можно больше отходов направлять на вторичную переработку. Подтягивают и нормативную базу. В регионе уже приняты законы, регулирующие раздельный сбор мусора. А из бюджета Ульяновской области в этом году выделят порядка 6 миллионов рублей на обустройство специализированных контейнерных площадок.